Хорошо. Маскирующее средство хорошо использовать в двух случаях. Оно отлично убирает прыщики, пятна и круги под глазами. Сейчас нанесем маскирующее средство. Мне нравится крем, не хочу ничего сухого. Маскирующее средство другая консистенция, более густая, и лучше покрывает кожу. Мне нравится наносить кисточкой, а ты можешь наносить пальцем, аккуратно, похлопывая вдоль глаза. Я наношу кисточкой. Так наносится меньше средства. У тебя красивые глаза, и мы их немножко зрительно увеличим. Я использую темно-коричневый карандаш, нанесу около ресниц. Вместо того, чтобы провести линию на все веко, начнем с середины глаза и постепенно делаем линию толще к верхнему углу глаза. Сейчас мы увидим разницу. Около внешнего уголка глаза слегка как бы поднимаем его. Теперь возьмем кисть и немного растушуем. Во внешнем углу глаза я накладываю очень много теней, как бы пачкая, чтобы приподнять глаз, но не делая четких линий. Теперь я использую цветной карандаш. И вот цвет сливово-фиолетовый. И линии очень нечеткие, размытые. Вот здесь, на верхней губе, я немножко почетче нарисовал линию. Фактически по краю твоих губ. Наношу помаду и растушевываю, чтобы не было четких, грубых линий. Таким образом, визуально я делаю губы чуть побольше, в то же время не перенося контуры губной помады за контуры твоих губ. Если ты нарисуешь контуры за естественными линиями губ, будет отражаться свет, и это будет заметно. Поэтому старайся никогда не выходить за естественную линию губ. Если нарисуешь прямо на них, все в порядке, но нужно использовать кисточку для растушевки. У тебя замечательные тонкие ресницы. Мы используем подводку и создадим иллюзию более густых ресниц. Для этого я использую темно-коричневый карандаш для дневного макияжа. Закрой глаза. Наносим точно на линии ресниц. Немножко продлим линию. Вот так. Линии на все веко? Да, на все веко. Затем продублирую это тенями. Я выбираю теплый золотистый оттенок. Не будем наносить основу одного цвета. Для тебя лучше выбрать два цвета. Таким образом смягчить челюсть более темной основой. Приступим. Мысленно проводим линию от уголка губ до уха, и на эту область мы наносим более темную основу. Я использую жидкую основу с очень теплым тоном. Вам нужно использовать основу с золотым оттенком. Это потому, что он скрывает всю красноту кожи. Основа должна выглядеть, как твоя кожа, в лучшей из ней. Я не хочу, чтобы лицо выглядело, как маска. Мы просто должны подровнять тон кожи. В любом случае, даже если нет красноты, чтобы у вас не было слишком много тонального крема на лице, добавьте маскирующее средство в этой области и похлопайте. Сейчас, Афина, я немного придам форму твоему носу. Бежевыми тенями. Наношу немного на твой нос. Немного. Нос обеих сторон. Повернись немного. Вот так. А затем все это мы растушевываем. И он будет казаться немного тоньше? Да, немного тоньше. Придаем просто форму. Замечательно, да. Вот такая хитрость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова